Уральцы показали мастер-класс в большинстве о команде Алексея Кудашова. СКА начал сезон с непростого выезда на Урал, который завершался в Екатеринбурге. Любопытно, что в прошлом сезоне, когда автомобилист выглядел непобедимой машиной в регулярном чемпионате, армейцы без проблем справлялись с лидером Востока. Андрей Мартемьянов дважды уступил питерцам, так и не разгадал команду из северной столицы. Клубы за лето сильно изменились, особенно СКА, но менее принципиальными очные матчи не стали. Матч нового сезона выдался шикарным. В первом периоде хоть заброшенных шайб и не было, но событий случилось предостаточно. Самым эффектным вышел сейв Петра Кочеткова после выхода Найджела ДАУСа 1 в 0. 20-летний галкипер СКА что-то подобное сотворил в игре с Магниткой, когда не дал забить Мазякину. Во втором и третьем периодах канадская звезда автомобилиста вновь не смогла реализовать убойные моменты. Не справился с юным вратарем Исик Стон, сначала не реализовал 1 в 0, помешал и защитник, а потом не забил буллит, назначенный за игру Зубарева не по правилам. Кочетков, который проводит третий матч подряд, с каждой минутой на льду все больше убеждает в том, что готов становиться первым номером армейцев. Насчет уголки Петра СКА грубых ошибок не было, но сухими ворота оставить он не смог. И тут скорее нужно предъявлять претензии защитникам. Оборона гостей выглядела отвратительно с первых минут, постоянные провалы, обрезы, странное решение. В середине матча Екатеринбуржца умудрились забить в меньшинстве. Майсек получил шайбу от Гуркина, вырвался к воротам Кочеткова и отправил шайбу в сетку. Правда, потом гости сумели взять реванш. И тут уже Евгений Китов ответил голом в меньшинстве, шайба залетела после рикошета. 33-летний форвард СКА, рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, у него на уже 17-е. Китову совсем не дали времени порадоваться голу, потому что через 11 секунд Мозер реализовал большинство, заставив рассмеяться своего тренера на скамейке. Еще через несколько минут хозяева совершенно закономерно забили и третий гол. Абедин с Гореевым спокойно вырвались 2 в 1, никто из защитников СКА и не думал их останавливать. Ситуация с обороной армейцев удивляет. В команде защитников хватит на два состава, но после того, как в Магнитогорске сломался новичок Бенгтсон, возникли проблемы. Правда, скоро в строй должны вернуться Белов, Хафизулин и Токранов, которые должны решить все сложности. Однако вопрос, почему они вообще возникли, если в составе такое количество игроков обороны, остается открытым? Атака СКА в Екатеринбурге не блистала, Ткачева было почти не видно. Но здесь и усталость к концу выезда могла сказаться, и очень плотная игра в защите соперника. Тем не менее третий период выдался для петерцев удачным отрезками. Гости смогли второй раз поразить ворота Коваржа, Рундблат бросал от синий, но в площади ворот оказался Ли, который мешал чешскому голкиперу. Эту шайбу судьи не засчитали. Но сократить отставание в счете СКА все равно удалось, вновь с рикошета, но теперь шайбу записали на зуба. Но автомобилист не сдался и в очередной раз показал свое крутое большинство. Стоило только Барабанову присесть на скамейку штрафников, как Васильевский вколотил четвертую шайбу, пятую на последних секундах Майсек забросил в пустые ворота. Закономерно и справедливо. В этот раз уральцы превзошли соперника буквально во всем, а матч получился на все сто. Продолжение следует...